Борис Блохин Отстранение произойдет в том случае, если будет доказано, что это действительно произошло. И главное, о чем сказал Томас Бах, если будет доказано, что существовала некая допинговая программа на государственном уровне, которая приписывала нашим спортсменам употреблять запрещенные препараты для того, чтобы улучшить свои показатели, показатели участия в международных соревнованиях. В частности, речь идет о Сочинской Олимпиаде. Действительно, Томас Бах держался до последнего момента. Он не комментировал все, что происходит за последние несколько недель. А я напомню, что все эти новости, связанные с обвинениями в употреблении допинга, пришли к нам из-за океана. Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах не исключил, что российскую сборную отстранят от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. А это случится, если подтвердится существование целой допинговой программы. Обвинение в этом предъявил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Если расследование ВАДа подтвердит правдивость этих заявлений, перед нами откроются совершенно новые измерения допинга на беспрецедентном преступном уровне. Можно не сомневаться в том, что МОК примет жесткие меры не только в отношении конкретных спортсменов, но и всего их окружения. Такие меры могут означать не только пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх всех вовлеченных лиц и строгие финансовые санкции, но и прочие меры, вплоть до приостановки членства или исключения целых национальных федераций. Ранее Минюст США начал уголовные расследования из-за заявлений Григория Родченкова. В интервью New York Times он рассказал, что 15 российских призеров игры в Сочи употребляли во время соревнований запрещенные препараты. Эти громкие заявления помимо прокуратуры США изучит еще и антидопинговое агентство ВАДа. На все эти заявления сегодня отреагировали в Кремле. Мы с известным скепсисом и с известной долей непонимания и неприятия относимся к распространившимся в последнее время случаям экстерриториального применения юрисдикции американских судов. Вместе с тем в расследовании, о котором идет речь, говорится об эпизодах, которые были связаны с США и соревнованиями, проводившимися на их территории. Я предлагаю ориентироваться на заявления министра спорта Виталия Мутко об открытости для расследования, о намерении бороться с употреблением допинга, но бороться персонифицированно, дабы подобные разбирательства не бросали тень на наших спортсменов, которые принимают участие в честных состязаниях. В Госдуме, комментируя события вокруг нашей олимпийской сборной, вспомнили эпоху холодной войны между США и СССР. Эти обвинения очень серьезные. Естественно, последовала тут же реакция наших официальных чиновников. Они заявили о том, что этого не могло быть. И действительно, этот факт очень любопытен. Дело в том, что ну просто физически это трудно сделать, особенно во время Олимпиады. Все-таки не только наши эксперты, не только отечественные чиновники, занимающиеся борьбой с допингом, занимающиеся тем, чтобы не допустить употребления спортсменами допинга, контролировали ситуацию. Все-таки Олимпиада – дело международное. И в первую очередь за этим должны следить международные организации. В частности, там обязательно должны были присутствовать эксперты ВАДА – Международной антидопинговой ассоциации, которые действительно там и присутствовали, как сами и заявили. И, кстати, сам глава Олимпийского комитета международного Томас Бах заявлял о том и неоднократно, что действительно много раз были проверки проведены и во время Олимпиады, и во время подготовки к этой Олимпиаде, и после этого. И никаких нареканий со стороны международных экспертов относительно уровня проверок спортсменов там не было. Я имею в виду сейчас, конечно же, Сочи, Сочинскую Олимпиаду, поскольку речь идет именно о ней. И вот всплыли такого рода обвинения. Обвинения действительно очень любопытные. И любопытны они в первую очередь потому, что публикуются, обнародуются именно сейчас. Дело в том, что в июне этого года пройдет заседание Международной Федерации по легкой атлетике. Тогда же состоится и заседание Всемирной антидопинговой ассоциации, на котором должно быть решено, допустят ли наших спортсменов до участия в Бразильской Олимпиаде, наших легкоатлетов. Как известно, часть из них была отстранена от участия в международных соревнованиях вообще. И опять-таки это связано с употреблением допинга. Но все-таки Олимпиада – дело такое важное. Это несколько иное дело. Такого рода соревнования отличаются от обычных чемпионатов, обычных международных соревнований. И решение по Олимпиаде должно приниматься отдельно. И вот как раз в июне этого года пройдет подобное заседание, где и будет принято соответствующее решение. Об этом говорила глава МОК Томас Бах. Он подчеркнул, что решение о том, отстранять ли отечественных спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро или нет, будет приниматься, исходя из итогов вот этого самого заседания июньского, на котором будет решаться судьба именно российских легкоатлетов. И вот после этого заседания уже будет собираться Международный Олимпийский комитет. И собираться он, кстати, будет непосредственно в преддверии Бразильской Олимпиады. С 1 по 4 августа состоится традиционная в таких случаях сессия МОК. И вот именно на ней будет принято решение уже о допуске российской национальной олимпийской сборной на игры летние 2016 года, которые, кстати, напомню, откроются через день после закрытия сессии МОК 5 августа в Рио-де-Жанейро. Это тоже очень интересный момент. Если представить, что будет принято решение не в пользу российских спортсменов, не в пользу российской сборной, то, конечно, после принятия вот этого решения, после вынесения этого вердикта Международным Олимпийским комитетом, сделать уже будет ничего нельзя. И это тоже прекрасно понимают и представители Международного Олимпийского комитета, и сам глава МОК, это прекрасно понимают и организаторы Олимпиады в Бразилии, это прекрасно понимают и те, кто раскручивает сейчас все это дело, связанное с применением допинга российскими спортсменами, в частности, на Сочинской Олимпиаде. И именно этим, наверное, можно объяснить то время, когда была выбрана вот эта акция. Май 2016 года, когда до заседания по делу российских ликоатлетов остается уже меньше месяца, да и до открытия Олимпиады, в общем-то, остается совсем немного времени, и уже, в принципе, нельзя будет ничего предпринять. С одной стороны, действительно, отстранение российских спортсменов, если внимательно изучить те обвинения, которые выдвигаются в адрес и российских спортивных чиновников, и российских атлетов, оно выглядит, в общем-то, не таким уж маловероятным. Действительно, обвинения серьезные. Действительно, если подтвердится факт существования этой допинговой программы на государственном уровне, то это, конечно, очень серьезный скандал. С другой стороны, это реакция главы Международного Олимпийского комитета, а, наверное, в данной ситуации другой реакции не могло быть. Оно говорит о том, что сам МОК не заинтересован в такого рода решениях, и, скорее, заявление Томаса Баха – это некая попытка успокоить общественное мнение, сказать, ребята, успокойтесь, идет расследование, и очень скоро мы во всем разберемся. Давайте все-таки уровень этого скандала немного опустим, дадим страстям улечься, дадим страстям успокоиться, и уже более хладнокровно будем смотреть на все происходящее. Международный Олимпийский комитет сам по себе, наверное, в первую очередь не заинтересован в том, чтобы отстранять российскую сборную от участия в этих Олимпийских играх, как и в любых других. В первую очередь как раз по причине того, что Россия является не просто крупнейшей спортивной державой, а наряду с Соединенными Штатами Америки, с Германией, с Китаем является спортивной супердержавой. Согласитесь, что отстранение такого игрока в прямом и переносном смысле от участия в крупнейших спортивных состязаниях четырехлетия, в общем-то, можно сказать, ставит крест на значение этих соревнований, на престижи этих соревнований. Если допустить, что российские спортсмены целенаправильно принимали допинг, то ведь это же не просто обвинение в адрес российского Олимпийского комитета, в адрес российских чиновников спортивных, но и в том числе и в адрес международных олимпийских чиновников, в адрес той же Всемирной антидопинговой ассоциации, которая должна была внимательно следить за тем, что происходило на Олимпиаде, но почему-то не уследило. И вот почему-то уже спустя два года стали выясняться вот такие очень серьезные обстоятельства того, что происходило во время спортивных соревнований на Зимней Олимпиаде. Так что признать тот факт, что во время зимних олимпийских соревнований в 2014 году происходило вот такое, это, наверное, будет все-таки сложно. Поэтому, наверное, это заставит олимпийских чиновников международных и тех специалистов, которые занимаются расследованием, сейчас более скрупулезно подойти к этому вопросу, более внимательно изучать свидетельства. И, наверное, более внимательно изучать обвинения тех людей, которые, в общем-то, в данной истории, наверное, являются заинтересованными лицами. Я имею в виду вот те обвинения, которые прозвучали на страницах Нью-Йоркской газеты на прошлой неделе, а также обвинения, которые звучали в документальных свидетельствах телевидения, прозвучавших на телевидении США. Скандал, связанный с якобы употреблением российскими спортсменами запрещенных препаратов, начал разгораться еще до Олимпиады 2014 года. В западной прессе регулярно появлялись подобные обвинения. После триумфа российской сборной в Сочи число таких публикаций и их тонн стали резко меняться. В конце 2014 года в эфире немецкого телеканала вышло документальное расследование под названием «Топ-секреты допинга. Как Россия производит своих победителей». Автор заявил, что прием допинга российскими легкоатлетами организован руководством антидопингового агентства «Русада». Журналист ссылался на слова бывшего главного специалиста Виталия Степанова и его жены Юлии Степановой-Русановой, которую, кстати, дисквалифицировали в 2013 году именно за прием допинга. Вскоре другой немецкий телеканал показал документальный фильм, в котором утверждалось, что у 58 российских атлетов были обнаружены аномальные показатели допинг-тестов. ВАДА инициировала собственное расследование и в ноябре прошлого года рекомендовала дисквалифицировать Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики за систематические нарушения, связанные с применением допинга спортсменами. В начале этого года допинговый скандал получил новый виток. С 1 января Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в список запрещенных препаратов. В итоге встал вопрос об отстранении десятков российских спортсменов. 6 марта немецкое телевидение показало в эфире новое расследование. 8 мая в эфире уже американской телекомпании CBS снова заговорили Виталий и Юлия Степановы. Бывший российский чиновник заявил о том, что во время Олимпиады в Сочи все действия антидопинговых агентств контролировали сотрудники ФСБ. Причем он ссылается на бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, разговоры с которым он тайно записывал. Вскоре заговорил и сам Родченков. На прошлой неделе американская газета New York Times опубликовала материал, в котором он утверждает, что не менее 15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде в Сочи, участвовали в некой допинговой программе, направленной на лидерство России на играх. Примечательно, что практически во всех случаях публикации обвинительных материалов редакции отказываются предоставлять прямые доказательства своих слов. Тут еще один очень интересный момент, ведь вот все эти откровения господина Родченкова, они как бы являлись анонсом того фильма, который выйдет в эфир уже в сентябре 2016 года, то есть по окончании Олимпиады. Получается, что американская пресса решила не дожидаться начала Олимпиады, не дожидаться конца этой Олимпиады, а обнародовать вот все эти жесткие заявления в адрес российских спортсменов именно сейчас. Это тоже ставит некие вопросы, на которые пока нет ответов. Ну и если уж более серьезно задуматься о том, что происходит сейчас вообще вокруг Бразильской Олимпиады, предстоящей 2016 года, то можно увязать происходящее с российскими спортсменами и в том числе в связи с готовностью или неготовностью Рио-де-Жанейро принимать эту Олимпиаду. Если мы внимательно посмотрим еще раз на все эти обвинения, ведь речь идет об отстранении целой страны от участия в олимпийских состязаниях. Это беспрецедентный случай, если не вспоминать старые Олимпиады, все то, что происходило много-много лет назад. Такие прецеденты действительно были. Но это было очень давно. 1920 год, первые Олимпийские игры после Первой мировой войны, после окончания этой войны. Тогда по решению Международного Олимпийского комитета к участию в этих спортивных состязаниях не были допущены сразу пять стран. Германия, Австрия, Венгрия, Болгария и Турция. Они тогда являлись инициаторами Первой мировой войны. И вот таким образом их спортсмены были наказаны за то, что правительство этих стран развязали вот эту войну. И спустя четыре года, 1924 год, к играм не была допущена Германия. Все по той же причине. Все из-за последствий Первой мировой войны. Вот это, пожалуй, два таких единичных случая, когда страны не были допущены до Олимпиады. Я не беру в расчет, конечно, добровольный отказ некоторых стран от участия в Олимпийских играх. Такое тоже было. Это не связано с какими-то решениями международных спортивных чиновников. Это связано с тем, что происходило на международной арене. То есть с тогдашней международной обстановкой. Ну, например, Советский Союз долгое время не принимал участие в Олимпийских играх и лишь первый раз решил участвовать в Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Были случаи отстранения сборных от участия в Олимпийских играх. Ну, из недавнего, можно вспомнить 2008 год, Пекинская Олимпиада. Тогда Международный Олимпийский комитет отстранил сборную Болгарии по тяжелой атлетике. От участия в тех соревнованиях причина вся та же – употребление допинга. Вслед за созданием в 1999 году международной организации ВАДА допинговые скандалы стали неотъемлемой частью каждой Олимпиады. И нередко это касалось российской сборной. В 2002-м на играх в Солт-Лейк-Сити было объявлено, что две российские лыжницы дисквалифицированы из-за употребления запрещенных препаратов. Спортсменок лишили всех медалей – два золота и три серебра. Впоследствии исследования доказали, что допинг-проба могла быть ошибочной, но комитет не стал пересматривать решение. В 2006-м в Турине российская биатлонистка Ольга Пылева была лишена серебряной медали, дисквалифицирована на два года и даже приговорена к году условного тюремного заключения итальянским судом. В 2008-м Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила от участия в соревнованиях семь российских спортсменок. Пять из них входили в состав сборной России и должны были выступить на летних олимпийских играх в Пекине. В результате все легкоатлетки были дисквалифицированы по подозрению в подмене допинг-проб на два года и девять месяцев. В 2009-м за год до Олимпиады в Ванкувере за применение запрещенных препаратов были дисквалифицированы три российских биатлониста. Позднее та же участь постигла четверых лыжников, двое из которых объявили о завершении карьеры. Еще двое до сих пор добиваются пересмотра дела в международных судах. В 2012-м российская метательница диско Дарья Пещальникова выиграла серебро на Олимпийских играх в Лондоне. В допинг-пробе спортсменке был обнаружен запрещенный препарат, ее лишили награды и дисквалифицировали на 10 лет. В 2014-м в Сочи в связи с подозрительными результатами анализа допинг-проб были временно отстранены от участия в соревнованиях трое российских биатлонистов. Позже двоих дисквалифицировали до декабря 2016 года, а Екатерину Юрьеву на 12 лет. Если говорить о допинге, то до 1999 года такая проблема, если и вставала, то таких крупных скандалов в связи с этим не возникало. Ну, в 60-е, в 50-е, в 70-е годы это вообще было в порядке вещей. Если уж возникали какие-то скандалы в связи с употреблением допинга некоторыми спортсменами из некоторых стран, то это были уже какие-то из ряда вон выходящие случаи. О дисквалификации спортсменов речи тогда не шло. Обострение произошло, наверное, все-таки в 80-х годах. Сеульская Олимпиада 1988 года, когда несколько спортсменов, в том числе и призеров игр, были уличены в употреблении запрещенных препаратов. И затем в 90-е годы итогом всему этого как раз и было создание Всемирной антидопинговой ассоциации, которая должна была по замыслу тех, кто ее придумал, заниматься как раз мониторингом спортивных состязаний и как раз бороться вот с этими вопиющими случаями употребления запрещенных препаратов. Как раз, начиная с 1999 года, связаны основные громкие скандалы, связанные с употреблением допинга. И в основном это касалось, конечно, отстранения отдельных спортсменов от участия в спортивных соревнованиях, в том числе от Олимпийских игр. Но вот то, что происходит сейчас с российскими атлетами, это, конечно, беспрецедентный случай. В этом году это уже такой, ну за последний год, скажем, такой третий громкий скандал. Первый был связан с российскими легкоатлетами. Конец прошлого года. Именно тогда наши спортсмены были увлечены в применении допинга. И тогда Международная легкоатлетическая ассоциация приняла решение отстранить их от участия в крупных международных соревнованиях. Затем громкий скандал с употреблением мельдония. Самый такой резонансный случай – это отстранение выдающейся российской теннисистки Марии Шараповой от участия в международных соревнованиях. Были также отстранены еще ряд спортсменов, титулованных также чемпионов мира, Олимпийских игр. Но затем был дан некий обратный ход. Тогда Всемирная антидопинговая ассоциация признала, что существует некий допустимый уровень применения мельдония. И многие спортсмены были реабилитированы. Но вот этот допустимый уровень распространялся только на временной период до весны этого года. А затем вновь употребление мельдония стало недопустимым. И вот очередной громкий скандал, но который, как говорится, перекричал все остальные. Это уже теперь обвинение практически всей российской команды, включая спортсменов и тренеров, и также наших чиновников, в том, что они либо способствовали, либо заставляли, либо сами употребляли допинг во время Сочинской Олимпиады. Скандал действительно очень резонансный. И если внимательно следить за тем, как развиваются события, то, конечно, нельзя не обратить внимание, что в первую очередь все-таки начало было положено именно за океаном. Именно на страницах американской прессы началась вот эта кампания, связанная с допинговым скандалом и обвинениями в адрес и российских спортсменов, и в адрес российских спортивных чиновников. И здесь некоторые эксперты уже выдвигают некие конспиративные версии. Ну, в частности, что американцы видят в российской сборной, в российских спортсменах очень серьезных конкурентов и хотят таким образом от них избавиться. Вот есть такая версия. Также существует предположение, что в данном случае решено использовать некий элемент запугивания российских спортсменов в преддверии Олимпиады. То есть, возможно, что никакого отрицательного решения в отношении российской сборной принято не будет, но деморализовать, запугать россиян вот за это время до Олимпиады удастся. И это существенно снизит спортивные показатели наших атлетов. Такая версия также существует. Есть еще одна версия. Она уже не связана непосредственно с международной обстановкой, с международными отношениями. Эта версия, она такая достаточно банальная и отсылает нас непосредственно в Бразилию. Все мы прекрасно помним события в этой стране, которые разворачиваются в последние несколько недель, несколько месяцев. События, главное, прошлой недели не только бразильская, но и международная. Это угроза импичмента президенту Дилме Русеф. Ее фактическая отставка, отстранение от власти пока только на шесть месяцев. Но и этого достаточно для того, чтобы осложнить несколько внутриполитическую обстановку в этой стране. А именно в этой стране, еще раз напомню, пройдут в августе Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Так вот, Дилма Русеф, конечно же, хотела лично открыть эти соревнования. Олимпийские игры важны для нее. Она неоднократно об этом говорила. Это такой имиджевый проект для нее, знаменующий ее успех как руководителя страны. И вот в самый последний момент сенаторы бразильские отстраняют президента этой страны, главу государства Дилму Русеф, от власти. Пока на полгода, как я уже сказал. Но как раз в эти-то полгода и будут происходить Олимпийские игры. В общем, когда мы говорим о допинговом скандале, связанном с нашими спортсменами, конечно же, все эти факторы также нельзя сбрасывать со счетов, если мы пытаемся выяснить причины всего того, что происходит. Ну и, конечно, нам остается ждать. Ждать заседание Всемирного антидопингового агентства, которое пройдет в июне, на котором будет решаться судьба российских легкоатлетов. Примут ли они участие в Олимпиаде Рио-де-Жанейро или нет. И, исходя из этого решения, как сказал глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, олимпийские чиновники будут принимать решения относительно судьбы сборной России в целом. Поедет ли наша команда на Бразильскую Олимпиаду или нет, зависит вот от этих обстоятельств. Будем ждать. Посмотрим, как будут развиваться события. На этом все. Оставайтесь в теме.